Мы как-то в Львове хотели утащить подушку, она была очень офигенная, и в Испании, кстати, тоже. А здесь я тоже попробовал, она такая же самая подушка, она мягкая, она просто, ты на неё ложишься, засыпаешь необыкновенно, и спишь круто. То есть она очень мягкая, очень приятная. Скорее всего, возьмусь Жене тоже в подарочек. Естественно, я за неё заплачу. Вот, мы не из тех, кто что-то ворует в отеле, поэтому всё для жёнушки, чтобы ей сладко спалось. Но подушка действительно классная. Тут ещё фирменный логотип R-Racrux. Надеюсь, жена заценит, а не скажет, это всего лишь подушка, зачем ты выкинул столько денег? Ну, мелочи, а приятно. Всё равно классно. Короче, ребят, такое происходит. Только что мне позвонила из ресепшена девчонка. Говорит, что мы не можем вам продать подушку. Хотя ещё 10 минут назад она говорила, что можем. Причина в том, что, мол, нам запрещено это делать правилами отеля. Поэтому оставьте свои координаты. Наши производители, которые занимаются пошивом этих подушек, для вас индивидуально пошьют. И отправят вам домой эту подушку. Я говорю, ребята, мне не нужна подушка через месяц или через два. Мне она нужна сегодня. Потому что, во-первых, я сегодня уезжаю. Во-вторых, я пообещал уже эту подушку жене в качестве подарка. Если я что-то обещаю, я это выполняю. Это моё правило жизненное. Это мой принцип. Поэтому я говорю, давайте как-то решать. Она говорит, ну, в принципе, решить можно было бы, если бы я испортил такую подушку. Я говорю, не вопрос. Я готов растерзать эту подушку. Я готов разорвать её зубами, потоптаться, выкинуть с балкона. Потому что моё негодование очень высоко, что Динамо вылетело из Лиги Чемпионов. Пусть даже если этот матч был неделю назад. Но я очень в ярости, я негодую. Давайте так и сделаем. Она подумала, подумала. Потом говорит, нет, так не получится. Потому что нужно составить акт порчи имущества. Потом я должен буду подписать этот акт. Подписать этот акт должны будут ребята из службы безопасности. Ещё там куча людей. Сейчас 10 вечера, никого уже на работе нету. В итоге некому этим заниматься. Куча писанины. Так что, ну, если бы вы пришли в ярость днём и что-то сделали с этой подушкой, мы бы это всё, типа, могли сделать. Я говорю, блин, какая разница, днём или вечером. Или вы хотите сказать, что если я сейчас какое-нибудь имущество испорчу, вот, например, это ведро, нафиг, не знаю, покромсаю его на куски, разорву голыми руками, вы не будете составлять акт и меня простите? Или мы будем ждать завтра, что придут люди из безопасности, мы подпишем акт, хотя сегодня я уезжаю. Или вы мне вообще простите порчу имущество? Так окей, давайте вы мне простите подушку. Я её просто заберу, заплачу и всё. Нет, типа, мы так тоже не можем. Я узнаю, ну, может быть, и я вам пишу, говорю, хорошо, звоните, я жду звонка. У меня ещё есть пара часов времени, покуда я в отеле. Вот, но без подушки, ребят, я не уеду, потому что я пообещал жене этот подарок. Как я уже говорил, я привык выполнять свои обещания. И вам рекомендую делать то же самое. Поэтому, ну, я жду свою подушку. Ну что, ребят, можно назвать победой ситуацию с подушкой. Она благополучно разрешилась. Они оформили это как порчу имущества. Я такой нехороший, я в гостинице Рейкордс в суммах испортил подушку. Приношу отелю свои извинения, я понесу наказание рублём, я заплачу за неё деньги. Но моя жена будет сладко спать на этой подушке. И это для меня, честно говоря, важнее любых денег. Поэтому дарите своим любимым подарки, балуйте их и подписывайтесь на мой канал. С вами был Александр Шкудун. Увидимся.